Они не стесняются камеры сотен зрителей. Уже почти состоявшиеся артисты, недавние школьники. Последний прогон перед очередным спектаклем. Доходное место Островского первые выпускники театральной школы Олега Табакова ставят совместно с молодым режиссером Михаилом Мироновым. Говорит, они все равно еще дети. Эти ребята, они немножко особенные, потому что, во-первых, это первый опыт, это первый курс этой школы. Они после девятого класса, о них там очень заботятся, их пять раз в день кормят, их охраняют. И поэтому они немножечко избалованы таким вниманием. И порой ты ощущаешь себя воспитателем, для них в порядке вещей, что я прихожу к ним, порой такое ощущение, занимаюсь с ними. Подставить плечо начинающим артистам решили известные мэтры. Помимо студентов, в спектакле задействованы несколько уже состоявшихся артистов. Они главные антагонисты юных героев. Играя на сцене, они пытаются понять, что лучше – оставаться порядочным человеком или переступить через честность и делать деньги. Своих героев, Полину и Жадова, признаются Мария и Артур, понять было просто. Себя в современном мире чувствуют так же, как персонажи во времена Островского. Это такие же молодые люди, как и мы, с такими же проблемами, которые сталкиваются большинство людей в нашей стране, в нашем мире. Поэтому, мне кажется, это такой актуальный вопрос, который мы обсуждаем в этом спектакле, который близок многим. Проблема, правда, актуальна. То, что написано 200 или 300 назад, сейчас это, в нынешнем времени, это очень актуально. И понятно зрителю, я думаю. Пьесу не пытались оставить в классическом виде, признается режиссер. Здесь и декорации, и костюмы – все приближено к современности. Есть даже элементы мюзикла. Именно так пытались показать, что проблема, затронутая в доходном месте, актуальна и сегодня. Молодое и старшее поколение – честность и честолюбие. Как, наверное, это происходит всегда, когда тебе 17 лет, ты думаешь, что ты все понимаешь, ты знаешь, как надо жить, как надо любить, как надо работать. Потом идет время, и выясняется, что все не так просто. Но и, мне кажется, это очень идет учить жить старших людей, как надо жить, как надо любить. Свой дипломный спектакль в Саратове играют два дня. Гастроли выпускников колледжа Олега Табакова пройдут и в других городах России. Уже через несколько недель студенты покинут стены, ставшие родной школой, и как их героям им придется выбирать собственные жизненные ценности.